Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Бога в Духновенной Псалтире. И сегодня мы будем читать 145-й Псалом, который имеет надписание «Аллилуйя», то есть это аллилуарный Псалом, прославляющий Бога. Скорее всего, это слово «Аллилуйя» указывает на особую мелодию, на особый глаз, с помощью которого исполняли этот Псалом, такое надписание по септуагенте, по церковнославянски и по-еврейски. Но в септуагенте и в славянском добавление «Агея» и «Захария». Это имена двух пророков Божиих. И подобное надписание мы видели в 137-м Псалме. «Агея» и «Захария», то есть или «Агей» и «Захария» использовали фразы из Псалмов Давида, чтобы составить этот Псалом, или они сохранили этот Псалом Давида и особенно усиленно его читали, по нему молились. Тут может быть несколько объяснений вот этой фразы, этого дополнения «Агея» и «Захария». Но слова, которые мы находим в этом Псалме, они действительно узнаваемые слова, действительно взятые из Псалмов самого Давида. «Помяне Господи, царя Давида» и «Секруто сего». Ну, например, с самого начала «Хвали душа моя Господа». Конечно, мы узнаем фразу Давида. «Восхвалять буду Господа в жизни моей», то есть в животе моем. «Буду петь Богу моему, пока существую». Ну, особенно мы запоминаем такие тексты по-славянски. «Хвали души моя Господа». «Восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, доди же есть». Поэтому надписание «Агея» и «Захария» может свидетельствовать не об их авторстве, а об их особом отношении к этому Псалму, или о том, что они, используя темы из Давида, составили этот Псалом. «Не надейтеся ни на князей, ни на сынов человеческих, в коих нет спасения». Действительно, мы слишком надеемся на князей, сарим, то есть правителей, на сынов человеческих, в коих нет спасения, прежде всего, потому что сами они лишь какое-то время находятся у власти. Даже те, которые до смерти остаются князьями, все равно они временщики. Их время проходит, и их власть сменяется другими, и вспоминают ли о них следующие поколения. И как развитие этой мысли, 4 стих, «Выйдет дух его, то есть такого князя, такого знатного сына человеческого, и он возвратится в землю свою, в тот день погибнут все замыслы его». То есть в день смерти этого человека, все его планы по отношению к нам, все его планы по отношению к самому себе, все это исчезает, и как круги на воде, какое-то время мы вспоминаем существование такого-то, такого-то человека, может быть, нашего покровителя, а потом все. Но если мы уповаем на Бога, если мы уповаем на Бога, это немножко другая ситуация. Даже я, наверное, неправильно сказал, немножко другая. Это совсем другая ситуация. И как в противоположность земному правителю, на которого кто-то может испытывать надежду, псалмопевец восклицает, «Блажен, кому Бог Иакова, помощник его, и у кого упование на Господа Бога своего». Вот это правильное упование, это правильное решение, когда человек видит помощника для себя, и главное упование в Боге свое. Потому что каким бы ни был авторитетным, там, религиозный лидер, там, политический лидер, с его смертью забывают его слова, и через какое-то время его значение, оно превращается в некую тень. «Блажен, кому Бог Иакова, помощник, и у кого упование на Господа Бога своего, который сотворил небо и землю, море, и все, что в них, хранит истину вовек». Как бы в подтверждении своих слов псалмопевец, как и в других псалмах, он обращает внимание на то, что Бог, которому мы служим, и которому мы уповаем, это тот Бог, который сотворил небо и землю, море, и все, что в них, хранит истину вовек. Море представлялось древним людям таким космосом, такой вселенной, неследимой, потому что небеса не производили такое впечатление на древних людей, чем нежели море, потому что они считали, что небеса ограничены, ограничены, а вот море какое-то безмерное. А Бог, который сотворил небо и землю, море и все, что в нем, но здесь все, что в них, то есть все, что на небе, это прежде всего солнце, луна и звезды, все, что на земле, и море, вот эта бездна, хранит истину вовек, то есть сотворивший небо, землю, море и все, что в них, он хранит истину вовек, а в чем заключается эта истина, он один, Господь, знает, зачем он все это сотворил. «Совершает правый суд для обижаемых, дает пищу алчущим, Господь разрешает окованных». Вот эти слова перекликаются со словами самого Христа. «Придите ко мне все труждающиеся и опримененные, и аз упокою вы». Господь разрешает окованных, то есть содержимых в узах греха и духовного плена и рабства. Вот такое объяснение дает Феодорит Кирский, как и в случае со словами Христа, «Придите ко мне, труждающиеся и обремененные, труждающиеся на дьявола, обремененные грехами». Вот от какого рабства, прежде всего, от какого окования освобождает нас Господь. Господь разрешает окованных. Господь умудряет слепых, умудряет слепцы, то есть открывает глаза, дает зрение, как 42.7 у Исаии. Он исцеляет слепоту, духовную слепоту, прежде всего. Господь умудряет слепых, то есть открывает им глаза. Господь поднимает низверженных, по-славянски, возводит низверженных, буквально выпрямляет незринутых и павших, то есть людей, погибших духовно, дает снова им возможность оказаться способными к хорошей жизни, к настоящей жизни. Далее мы читаем последние два стиха, 9 и 10. 9. Господь хранит пришельцев. Пришелец в библейском понимании – это гер, празелит, который перешел из язычества в единобожие. И Господь хранит таких людей в общине Израиля. И в Ветхом Завете очень ревностно говорится о герах. И даже в иудейской Галахе, например, запрещено строго напоминать геру, что когда-то он был идолопоклонником. И по аналогии христианская этика настаивает на том, что нельзя грешнику напоминать раскаянному грешнику о его прежде стадейных грехах, все время тыкать как бы в те ошибки, которые он когда-то совершал, потому что это может ввергнуть в уныние его душу. Господь хранит пришельцев, сироту и вдову примет. У Бога особое отношение к сиротам и вдовам. У пророка Исаии, первая глава, мы находим призыв, вступайся за вдову, защищай сироту. Тогда придешь и рассудим. То есть нельзя начинать молитву, не вступившись за вдову, не защитив сироту. Господь хранит пришельцев, сироту и вдову примет, и путь грешных погубит. А кто такой грешный? Это тот, кто оскорбляет пришельцев, унижает их. Тот, кто не поддерживает сирот и вдов. В этом контексте это и означает грешный. И последний стих, десятый, как такой завершающий аккорд, Господь вовек будет царствовать, Бог твой, Сион в род и род. Сион — это крепость, это башня Давида. Здесь уже Бог предстает Сионом, то есть той защитой, той твердыней, опираясь на которую, мы не будем постажены. Потому что опираясь на людей, которые недолговечны, мы переживем разочарование. Опираясь на власть князей, все это скоро проходящее, а власть Бога вечна. Бdat по всей семье. Все это сейчас. Пока, М insрица. которая94 будет кстати. Соответствия кто-то интервью, оторжи, их моря, подарки проехаться, Соответственно. Существенно. Соответствия. На одной минице. Хорошо. Соответствияongы в этой